История со счастливым продолжением. Оксану Кайзер не стали лишать материнства и вернули ей малыша. Напомню, новости ТВК рассказывали, как новорожденный сын Красноярки попал в больницу, где внезапно мальчику начали готовить документы в детский дом. Как это случилось и чем закончилось? Репортаж Василисы Лукашевич. Ну вот эти все таблетки его, потому что через каждый час по списку я даю. Каждое время, каждая таблетка у меня расписана по времени. Максимально трепетное отношение к малышу. Вот что поможет справиться с последствиями порока сердца, операции и нескольких недель на искусственной вентиляции легких. Так говорят доктора. И мама Оксана пока успешно выполняет задачу. Однако еще в апреле врачи, органы опеки и даже уполномоченные по правам ребенка готовы были отправить маленького Долера не в руки матери, а в детдом. 21 апреля Оксана в панике обратилась в новости ТВК. Она недавно выписалась из кардиоцентра с малышом. Вернулись домой к папе и старшему сыну. Но вдруг новорожденному стало хуже. Мальчика увезли на скорой в 20-ю больницу. Остаться с ним женщина не смогла. В семье есть еще трехлетний ребенок. А после узнала. Ее кроху собираются отправить в дом малютки. В 20-й больнице разговаривать с Оксаной отказывались и даже хамили. Врачи заявляли, мать сама забыла о малыше. Никого у меня вчера не было. Никого у меня не было. Оказалось, в больнице действует правило. Если родители больше семи дней не звонят и не приходят, подключаются органы опеки. Этим ребенком заинтересовались сразу три районных отдела. Место регистрации матери в одном районе, в Свердловском районе. Место фактического проживания – это Советский район. И место, где обнаружен ребенок – это Ленинский район. Но согласованности нет никакой в действиях. И нет структуры, которая бы урегулировала согласованность этих действий. ОПЕКа занималась отнюдь не тем, чтобы помочь матери и ребенку воссоединиться. Поступила информация, мол, мама уже лишена прав на свою первую дочку-подростка. Мол, мама может выпивать. Мол, из-за нее мальчику стало хуже дома. Пошли акты, письма, бумажки. Бюрократическая машина направляла мальчика в другую сторону от мамы. Только после сюжета в новостях ТВК ситуация изменилась. И в итоге они без разговоров, когда свыше уже вмешались, а вы тем более. Вот, они без разговоров, они даже и не ругались, и ничто. Они же отдали, правильно? Что, они раньше не могли так же поступить и разговаривать нормально. А сейчас здрасте, до свидания, все как бы нормально. Вот, уважительно относились, все. А раньше, видите, так получается. Ну, ничего страшного. Добились я своего сына дома у нас. Теперь врачи приходят на дом, чтобы осмотреть малыша и поддержать маму. А представители опеки предлагают подарить коляску. Ребенок с инвалидностью требует очень ответственного подхода. И прежде чем вешать ярлыки, нам всем стоит поверить, что мама пройдет через это испытание. Василис Лукашевич, Виталий Суботин. Новости ТВК.